Жан-Люк Миланшон, кандидат движения «Непокорная Франция», уже дважды участвовал в борьбе за пост президента страны. В ходе кампании он заявлял, что она стала для него самой интересной, и что в этот раз он сумеет одержать победу. Миланшон, которому сейчас 70 лет, более 30 лет состоял в левоцентристской социалистической партии. Покинув её в 2008 году, он сумел объединить и возглавить сторонников левых идей, разочарованных, как и он, политикой социалистов. Миланшон дважды избирался депутатом Европарламента, также представляя там левые силы. В 2016 году он основал партию «Непокорная Франция» и годом позже получил более 7 миллионов голосов избирателей в первом туре президентских выборов, заняв тогда четвёртое место. Важное место в его программе занимают вопросы экологии и охраны окружающей среды. Это, в частности, обеспечило ему поддержку со стороны международной организации «Гринпис». Проанализировав программы всех кандидатов, говорится в твиттере «Гринписа», отмечаем наиболее серьёзные предложения в области экологии у Жан-Люка Миланшона Яника Жадо. Ранее политические противники Миланшона упрекали его в излишних, на их взгляд, симпатиях к России. После начала боевых действий на Украине он выступил с осуждением происходящего. «Мы призываем сейчас прекратить войну, прекратить вторжение на Украину. Долой вторгшуюся на Украину армию». Среди предвыборных обещаний, которые находят поддержку у многих избирателей, снижение цен на товары первой необходимости, увеличение минимальной заработной платы, снижение пенсионного возраста до 60 лет и выделение значительных средств на здравоохранение. «Амон, дейон, порбюте л'harmonие des êtрыs хуман». «Амон, дейон, порбюте л'harmonие des êtрыs хуман».